Привет, это Натали. И в прошлом видео я поделилась своими впечатлениями от карандашей Polychromos бренда Faber-Castle. Если я произношу неправильно, простите, пожалуйста, мне мой немецкий. Знаю, как всеревностно относятся к произношению названий брендов художественных материалов. И регулярно встречаю какой-то срач в комментариях на каналах, посвященных как раз-таки творчеству. Так что не серчайте, если что. А сегодня я хочу попробовать более бюджетный вариант того же бренда. Это Gold Faber. Эта линейка карандашей позиционируется брендом не как профессиональная и предназначена для тех, кто всерьез рисует, но пока не готов разоряться на Polychromos. И действительно стоят эти наборы в два раза дешевле, чем аналогичные наборы Polychromos. К сожалению, Gold Faber недоступны поштучно, в отличие от Polychromos. Карандаши заявлены как светостойкие производителям. Лично у меня набор в 48 цветов. И если честно, это мой любимый вариант набора по количеству цветов. Обычно палитра в них очень разнообразна. Здесь вы найдете и оттенки бирюзового, и пастельный розовый, и нежный персиковый, и прочие сложные цвета. А если мы берем, к примеру, коробочку в 24 цвета, то здесь уже все грустнее по цвету. В ней мы не найдем благородные коричневые и нежные пастельные оттенки. Только чистые, ядовитые цвета основные и их производные. Что меня особенно удивило в Gold Faber, так это наличие наряду со стандартными цветами карандашей с грифелем металлик. В наборе 48 цветов вас также ждут золотой и серебряный цвета. Субтитры создавал DimaTorzok Из минусов то, что штрих очень легко размазывается рукой, а с полихромос таких проблем не было. Затестить Gold Faber я решила на раскраске, которую уже давно обещала раскрасить вместе с моей дочкой. При такой работе сложно оценить в полной мере свойства художественного материала, но тем не менее некоторыми впечатлениями могу поделиться. Раскраску, кстати, эту наша бабушка любимая нашла в фикс-прайсе, принесла нам. Что хочу сказать, сама раскраска очень интересная. Здесь нужно вырезать отдельные части для животных. И эти части имеют клапаны, которые можно таким образом приклеить, что потом получается такая книжка-панорамка с объемными изображениями. Объемные хвостики, объемные мордочки. В общем, всем рекомендуем. А теперь вернемся к нашим карандашам. Карандаши средней жесткости ложатся довольно-таки приятно. Не крошатся, не ломаются. Но до полихромоса немного не дотягивают. По насыщенности в первую очередь и по перекрывающей способности. То есть здесь потребуется проложить там либо больше слоев штрихов, либо приложить больше усилий для нажатия, чтобы получилось такое плотненькое закрытие фона. Далее, что хотела еще сказать, как уже ранее упоминалось, легко размазываются рукой. Это тоже стоит учитывать. А теперь давайте посмотрим, как цвета этих карандашей смешиваются. Возьмем красный и желтый. Попробуем получить оранжевый на выходе. Как видите, с этим все в порядке. Так что в целом, за исключением небольшого нюанса, могу рекомендовать эти карандаши для профессионального использования.